Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Также была декларирована такая норма, как территория не может быть изменена без возле заявления народа, выраженного путем референдума. В нашей Конституции 1993 года по территории и изменения территории путем референдума данная норма отсутствует. Они опять нарушили, но они не учли такой момент, что придет в власти патриот своей страны, такой как Путин Владимир Владимирович, а не товарищ Ельцин, который сдает национальные интересы. И тем самым наша страна получила лазейку, включив в состав Российской Федерации Крым и Севастополь. Поэтому, ну, просчитались наши заокеанские друзья. Данная декларация была сделана как основа новой Конституции, однако они ее нарушили, никакой основы не было, они затумали людям мозги. Значит, следующий момент хотелось бы отметить, очень важный момент. Это Конституция Российской Федерации, это заключительное положение, которое является приложением Конституции, которое прописано, что созданы так называемые республики, в скобочках государства, это пятая статья Конституции звучит. Значит, в заключительных положениях установлено, что все республики, находящиеся в составе Российской Федерации, являются суверенными государствами. Заключен договор, в соответствии с которым данные республики получили суверенитет. Следует отметить, что республика Татарстан подписала договор лишь в 2002 году с приходом Бутина Владимира Владимировича. Граждане Татарстана имеют двойное гражданство, это граждане Татарстана и граждане России. Все республики готовы выйти, на самом деле, из состава Российской Федерации, как только ослаблит наша власть. Ослаблит та политика государственная, нарушится вертикаль власти. Чтобы исключить то, что заложено в нашей Конституции, это мина замедленного действия на ликвидацию нашей страны, нужно срочным порядком исключить такие субъекты из состава Российской Федерации, как республики. В Российской Федерации должны быть все равны субъекты. Если по национальному признаку мы оставим их, и дальше у нас практически будет исчезновение нашего государства. Предлагается следующее. Назвать, переименовать все республики в губернии не по национальному признаку, а по территориальному. Я думаю, это будет правильно. Теперь, что касается референдума, хотелось бы отметить, что чтобы провести референдум, нужно иметь право провести его. У нас, к сожалению, право принадлежит только 2 миллионам населения, которые теоретически не имеют возможности это сделать. Следующий момент. Хотелось бы отметить, что в соответствии с Федеральным Конституционным Законным Референдумом есть три субъекта. Это 2 миллиона граждан, Федеральное Конституционное Собрание, которого нет уже более 20 лет, и органы государственной власти, вдумайтесь, соответствуют с международным договором. То есть, чтобы нам провести референдум на нашей территории, нам нужно согласовать, заключить международный договор с каким-либо иностранным государством. Это бред. Антивисты Национального Освободительного Движения подготовили проект в Конституцию Российской Федерации, а также в Федеральный Законный Референдум и вынесли его на рассмотрение Пушкинского Муниципального Совета, который поддержал данную инициативу. Инициатива заключается в следующем. Он отделение президента Российской Федерации правом выхода с инициативой на референдум. Я думаю, все граждане Российской Федерации поддержат данную инициативу. Мы будем идти к фасальной цели. После того, как Муниципальный Совет принял решение, оно будет направлено в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга. Будем помогать ему принимать правильное решение. Благодарю за внимание.